11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Дарьев Позлеева и Анна Лапшина. Всем доброго дня. Мы два часа работаем, как обычно, в прямом эфире. Номер для ваших звонков 211-101. 211-101. 8-909-720-101. Это если вы не хотите разговаривать, но хотите написать, можно написать в Азап, Вайбер или по старинке отправить нам смс. 8-909-720-101. Два часа. Две темы. Так или иначе, обе они связаны со здоровьем. Во втором часе будем говорить о введенном в Кировской области, снова введенном или актуализированном режиме самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. А также о том, почему все эти ограничения, которые декларируются в нашем регионе, к сожалению, не работают. Ни масочный режим, ни самоизоляция. Не соблюдаются, да. Не соблюдаются, да. Я это хотела сказать. Ну, то есть, они вроде как есть, но их вроде как нет. После 12 часов будем говорить об этом с экспертами. В первом части тема наша касается здоровья детей и говорить об увлечении, я бы это слово взяла в кавычки 90-х, который вернулся в наш регион, токсикомания детская. Мы будем с Владимиром Шабардиным, уполномоченным по правам ребенка в Кировской области. Владимир, добрый день. Добрый день. Наталья Царегородцева, заведующая отделением для детей и подростков областного наркологического диспансера. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Павла Дорофеева, депутата ЗАГС Собрания, подключим чуть позже. Он про свой законопроект расскажет, про законодательную инициативу, направленную на борьбу с этим явлением. Но сначала все-таки давайте мы проблему обозначим. С одной стороны, вроде бы периодические новости о том, что там или там найденные замеченные дети, которые увлекаются чем-то не самым хорошим, они появляются. То есть, если у нас еще полгода, год назад на повестке были снюсы, я не знаю, сейчас эта тема Владимир потеряла актуальность или она по-прежнему острая? Существенно, вот после принятия законопроектов, окончательной редакции, по о чем мы говорили, по оценкам. Запрету продажам. По запрету продажам, ну, изначально, сначала это были электронные средства доставки никотина, электронные сигареты, так называемые. Потом пошли, ну, снюсы-то у нас и так были под запретом, просто... Никотиносодержащие жевательные смеси. Да, бестабачные никотиносодержащие смеси, да. Существенно отмечают, ну, те специалисты, с которыми мы работаем, потребление, ну, естественно, продажи никакой нет, несовершеннолетним вот этих веществ. Так, а вот то, о чем мы говорим, токсикомания, или сейчас есть еще слово, я так понимаю, что это одно из подразделений, токсикомания, вот это снифинг, да, именно вдыхание газа. Это действительно актуально сейчас? Это актуально и сейчас, это было актуально и в предыдущие годы. Это один из самых простых, но, к сожалению, и доступных способов получения вот этого опасного источника для ребенка. То есть это бытовые вещи, которые не требуют, там, зачастую ни лицензирования, ни разрешения на продажу. Продается в каждом магазине, в каждой лавочке продается, фактически, возле дома. Что-то такое. Что-то такое, да. Ну, в частности, снифинг, это и зажигалки, и баллоны для заправки туристического снаряжения. Есть в ряде регионов очень серьезная проблема, в частности, моя московская коллега инициировала внестение запрета продажи закиси азота. У них, это очень тяжелое последствие, вот у них сейчас вот такая проблема возникла. И для нашего региона, и в других регионах дети погибают, вот в частности, наши соседи Вологда, за лето двое погибших именно от газозажигалок. С коллегой только что разговаривали, Магадан, у них ежегодно там один-два ребенка. У нас в 16-18 год четверо детей погибли именно от дыхания газа. В трех случаях это был газозажигалок. Это в 16-18 год я все эти случаи помню очень хорошо. Это 7-8 класс. Это дети в основном, как у нас говорят, из благополучных семей. Там один мальчик был даже из кадетского класса. И, к сожалению, это все происходило очень быстро. То есть, вот была ситуация, когда подростки снимали все это на видео, и ребенок умер на глазах, и это было снято все на видео. Так как говорили, давай, вставай, хватит придуряться, а он уже к тому времени был мертв. Наталья, мы можем статистику какую-то озвучить? То есть, вот эта история, это явление действительно распространено? Ну, употребление токсических веществ, как Владимир Валерьевич уже сказал, оно и в принципе и в прошлые годы были. И если, допустим, смотреть по 2019 году, порядка 40 человек на диспансерном наблюдении у нас состоит. То есть, диагнозом токсикомания это 3 человека. А остальные это несовершеннолетние, так сказать, в группе риска. То есть, у них поставлен диагноз пагубное употребление от данных веществ. То есть, они употребляли несколько раз, но признаков зависимости у них пока не выявлено. Но вот они у нас наблюдаются. Я правильно понимаю, что те дети, которые попадают на учет, вот это дети, когда-то пойманные, приведенные родителями? Это неоднократно. Это неоднократно. То есть, это не те, кто решил попробовать один раз и понять, что... Это не те, кто попробовал один раз. Какая работа с ними ведется? Проводится, ну, все они состоят на наблюдении. То есть, на протяжении определенного времени они должны раз в месяц приходить к врачу-наркологу. То есть, с ними работают психологи, психотерапевты. Проводится у нас занятие психообразовательное для несовершеннолетних и для родителей. То есть, сейчас, на данный момент, дистанционно мы проводим. И, соответственно, конечно же, получение амбулаторного лечения при необходимости и стационарное лечение. Кто приводит детей все-таки? Вот чаще родители, школы кто? Или когда уже полиция, медики? Чаще всего все-таки мы узнаем об этом все-таки от сотрудников полиции либо, допустим, от медорганизации, то есть от скорой помощи, если были выявлены факты такие. Чаще всего это все-таки какие-то спецслужбы, а не родители. Не родители. То есть, родители не замечают, есть вероятность того, что родитель может не замечать, что с ребенком что-то такое происходит. Это вообще можно заметить? Давайте поговорим о том, как... Ну, то есть, есть какой-то чек-лист, как родителю понять, что... Это, конечно, можно заметить. Если мы говорим, допустим, про токсические вещества, например, не газ, то есть, допустим, лак, краска, бензин и так далее, то есть элементарно по запаху от одежды, если когда ребенок приходит домой и он где-то на улице вдыхал, ну, запах этот просто невозможно не услышать, да, то есть будет такой достаточно характерный запах от одежды. Соответственно, состояние опьянения далеко не все родители видят в своих детей, то есть они уже, как часто, видят уже после, да, то есть такое постинтоксикационное состояние, когда ребенок приходит, как объясняют родители, пришел какой-то не такой, да, то есть с покрасневшими глазами, с покрасневшим лицом, на вопросы отвечают, стараются по минимуму, ну, и отвечают, соответственно, не в попад, да, то есть... Но вроде от него ничем... алкоголем от него не пахнет. Да, алкоголем от него не пахнет. И вот если, допустим, говорить про газ для заправы зажигалок, вот в чем опасность его, он как раз вот такого запаха характерного не оставляет на одежде. Как краска, например, да? Как, например, краска, или как бензин. В этом, да, есть определенная опасность, родители далеко не сразу замечают. И есть еще один момент, когда родители замалчивают, да, то есть когда они понимают, что есть определенная проблема у ребенка, ну, некий такой страх обращения к специалистам, страх учета. Ну, испортите белку в будущее. Да, да, часто такое, если что, боятся. А чем чреват учет? Чего боятся родители? Чего боятся? Ну, как такового, допустим, если мы говорим про вот группу риска, когда там мы не выявили признаков зависимости, вот данный диагноз пагубного употребления, он после года наблюдения, при условии, что ребенок полностью отказывается от употребления психоактивных веществ, мы через год такого ребенка с наблюдения снимаем, да, то есть и в дальнейшем никаких социально-правых последствий играть для него это не будет. Или если мы говорим про синдром зависимости, то, конечно, этот, ну, если говорить по-русски, токсикомания, конечно, этот диагноз, это хроническое заболевание, и данный диагноз, если он установлен, он устанавливается на всю жизнь. То есть единственное, что можно добиться этого, добиться ремиссии. И, соответственно, какие-то дальнейшие социально-правовые ограничения, они снимаются. Социально-правовые ограничения – это допуск к управлению транспортом, хранение и ношение оружия, всевозможные работы, связанные с повышенной опасностью, в госслужбах, в структурах, ну и так далее. То есть как бы там ряд ограничений есть. Вот насчет госслужбы. То есть ребенок не сможет устроиться в будущем на работу в какие-то там муниципальные или государственные органы власти? Силовые структуры. Силовые структуры, да, то есть... Именно поэтому родители замалчивают. Ну, есть еще... То есть даже с учетом ремиссии. С учетом ремиссии, да. Ну, тогда понятно, да, почему родители могут замалчивать. В таком случае, там, да, можно действительно найти объяснение какое-то логическое. А вот история с детьми, насколько я понимаю, там, наркомания, токсикомания и прочие вещи, вот ребенка повезти в какой-то там частный центр медицинский и анонимно его там обследовать и пролечить невозможно. Ну, почему анонимная помощь, она оказывается и оказывается у нас, да. Если, допустим, не было официальных задержаний, да, то есть, ну, допустим, ситуация, когда родители выяснили, что у ребенка есть проблема, то есть это они выяснили это в семье, да, то есть это не выпало пока еще нигде, они могут обратиться анонимно. Анонимная помощь у нас оказывается бесплатно. По законодательству несовершеннолетняя анонимная помощь оказывается бесплатно. Везде? Я говорю про наркологический диспансер. То есть родители приходят с ребенком, но они говорят, мы не хотим не называть фамилии, не предъявлять полис, ничего, но вот есть наш ребенок, его зовут там, придумывает какое-то другое имя, да, посмотрите, пожалуйста, там, да, какие у него проблемы, и скажите нам, чем ему помочь. То есть без постановки на учет. Если не было факта зафиксировано употребление полицией, если уже не засветился этот человек где-то в базу, где-то и не попал, то это возможно. Да, все верно. Лечение предполагает, ну, то есть оно медикаментозное? Потому что я знаю, что многие родители, да, там, когда речь заходит, ну, немного в бок, да, там, о психиатрической помощи, тоже этого очень боятся и тянут до последнего здесь вот как. Медикаментозное лечение по показаниям больше, если уже сняты симптомы непосредственно употребления, там уже работа идет психотерапевтическая. Работают психологи и психотерапевты. И, как правило, если мы говорим про детей, это всегда работа не только с ребенком, это работа с семьей, да, то есть здесь участники процесса лечебного, вся семья. Владимир. Здесь важно, да, здесь важно вот отметить, еще раз подчеркнуть, что анонимная и бесплатная помощь у нас в наркологическом бизнесе оказывается, то есть вот опасения родителей о том, что ребенок будет немедленно поставлен на учет, они не подтверждаются. Мы говорим вот о тех, там, сорока до настоящего момента, до настоящего учета, это когда уже неоднократно там протоколы полиции, когда скорая помощь вызывалась в сложных уже ситуациях, когда ребенок... То есть когда уже были зафиксированные случаи, уже фамилия ребенка известна к этому моменту, уже тогда. И не с первого раза, неоднократный раз, два, три, и ничего не помогает, вот тогда уже ставится на учет. А ведется какой-то анонимный подсчет, там, анонимных пациентов, да, чтобы перед глазами была какая-то статистика, понимание масштаба проблемы? Да, конечно, ведется. А есть какие-то цифры, можем мы говорить? Ну, сейчас не готова сказать, не скажу. Ну, а так вот, ну, по ощущениям, в процентном соотношении все-таки те, кто официально и те, кто неофициально обращаются? Те, кто официально, конечно, больше. Больше. Еще у меня вопрос, может ли ребенок самостоятельно, без законных представителей обратиться? Ну, то есть вот несовершеннолетний ребенок, он знает там телефон, может быть, телефон службы доверия есть. Позвонить и прийти без родителей. Старше 15 лет может. Если вопрос стоит о лечении от наркомании по законодательству, да, до 18 лет согласие отдает законный представитель. Если мы говорим про употребление алкоголя, токсических веществ, то, соответственно, с 15 лет несовершеннолетний уже может самостоятельно обращаться к специалистам. А я правильно понимаю, что в частные центры ребенок не может обратиться, и ребенок с родителями не может обратиться, если речь о детской токсикомании? Или может все-таки? Может, есть. У нас есть частные центры, то есть мы не называем какие. Ну, понятно, да, это без рекламы, естественно. Они существуют, и у нас на территории других регионов, у нас в соседний регион, там базили, ну, один из соседних, опять же, не буду называть, но вопрос в том, что в этих частных центрах происходит. То есть мы знаем достаточно количество серьезных очень историй, когда частные центры, они фактически не оказывают, берутся там большие деньги, но в результате помощи не оказываются. Ну, в частности, у нас несколько лет назад мы как бы возвращали одного из детей на территории Кировской области после того, как там частный центр был закрыт с участием ОМОНа, ну, такая очень серьезная там громкая история была, вот, уголовные дела следовали. То есть есть частные центры, в которых просто, собственно говоря, весь процесс заключается в том, что, ну, фактически запирается там на месяц ребенок либо взрослый человек. Без доступа. Просто без доступа, да, ко всему. К чему-либо. То есть нет ни психологов, о чем мы говорим, да, что нужно, то есть это такая, ну, физические меры воздействия, назовем их так. То есть заперли, и все, еду дают, воду дают, а на этом все заканчивается. Но мы понимаем, что зачастую очень часто нужны и медикаментозные меры, и всегда, там, в 100% случаях, конечно, нужны меры психологические, терапии. В этом вопросе. Да, и возвращаясь к цифрам, вот, когда вы спрашиваете, сколько, если мы понимаем, что официальная статистика уже зафиксирована, у нас идет на десятки, и это неоднократные, то есть, да, не какие-то разовые моменты, то не выявленных или не пришедших, и счет идет на сотни и, возможно, на тысячи. Владимир, вот вы говорили, да, что в ряде регионов тоже есть эта проблема, а есть у кого-то опыт положительный в решении этой проблемы на законодательном уровне? Ну, мы сейчас говорим о мерах ограничительных, да, вы имеете в виду принятое законодательство, инициатива была, вот, в частности, Павел Дорофеев вышел, да, есть у нас такая практика. Есть он у нас на телефоне, сейчас мы его подключим, да. Не-не-не, Владимир, продолжайте, да. Да, и мы, конечно, нас попросили высказать свое мнение на внесенный законопроект, мы направили в законодательное собрание, в частности, мы указали там, вот, в нашем письме, ряд регионов, Москва, Рязанская, Ростовская, Магаданская области, Тува, Ямал-Ненецкий автономный округ, Приморский, Камчатский край, Республика Башкортостан, с указанием всех законов, которые приняты достаточно... На местном уровне? На местном уровне, да. На местном уровне достаточно свежие законы, в частности, вот, если мы говорим о вот этой проблеме, газ, вот в этой части. Но кроме этого, в этих же законах, либо в соответствующих, есть дополнения, которые внесены, в частности, вот я вам покажу такую наклейку, которая во всех магазинах на Камчатке есть. Мы не продаем, да? Да, мы не продаем лица моложе 18 лет, и вот тут идет алкогольную, табачную, никотинную продукцию, кальяное устройство, дальше идет электронная система доставки никотина, жидкости для электронных сигарет, безалкогольно-тонизирующие напитки, товары для личных и бытовых нужд, содержащих жирный углеводородный газ. То есть, как раз вот о последнем пункте мы говорим сегодня. Но кроме этого, вот предыдущий пункт, это энергетики. Понятно. Запрет продажи детям энергетиков, который также установлен в ряде регионов. Павел Дорофеев с нами на связи, депутат Законодательного собрания Кировской области. Павел, добрый день. Да, добрый день. Добрый день, Павел. Здравствуйте, тут Владимир Шабардин в нашей студии и Наталья Царегородцева, заведующая отделением для детей и подростков областного наркодиспансера. Павел, давайте очень коротко напомним нашим слушателям, чего касался тот законопроект, который вы выносили, ограничения. То есть, именно по газу, по продажу какого-то оборудования, баллончиков и зажигалок. Да, он подразумевал запрет на продажу несовершеннолетним в Кировской области, баллонов и предметов, содержащих жиженый газ углеводородный. Это зажигалки, различные баллончики. Данный законопроект предлагался в первом учтении. И ко второму учтению можно было обнести дополнение. Как раз рассмотреть, там также были предложения, лакокрасочные баллоны, это и энергетики. Именно мой законопроект предусматривал в первом учтении поднять только содержащие газ в неделю. Вы в тот момент, когда разрабатывали законопроект, почему именно на газе сосредоточились? Ну, потому что взяли за опыт другие регионы, и там именно в таком контексте принимались законопроекты. Видите, у нас, к сожалению, практика показывает, что постоянно какие-то запрещенные предметы добавляются, списываются актуальными. Поэтому данный законопроект может быть придется и в будущем постоянно корректировать, добавлять какие-то новые присылы. Поэтому я думаю, что если делать первый шаг, именно только средствами по газу, это, в принципе, шаг вперед. Потому что физика печальная, и даже именно по газу за 18-й год погиб 36-й ребенок. Это вот по данным СССР на Управлении Российской Федерации. Павел, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что будет сейчас? То есть, ну вот отклонили законопроект, да, что будет дальше? Ну, мы его сейчас будем дорабатывать и вносить снова в Октябрьскую Думу. То есть до октября вы будете... То есть мы не останавливаемся, да. Доработка будет в чем заключаться? Да. Какие претензии вообще у коллег основные были? Ну, в том числе, вот коллеги просили внести и предложение по административному кодексу ввести сразу же законопроект, включить в него наказания за продажу несовершеннолетним газов с баллов. И, возможно, мы его расширим как раз дополнительно, но перед вами. Это вот, возможно, и лакокрасочные изделия, и энергетики, на киски. Мы сейчас в данный момент рассматриваем. Плюс я в социальных сетях провожу голосование. Жители вот уже 1400 сегодня приняли разголосование. 20 тысяч человек увидели эту информацию. Многие говорят, что мы вообще, в принципе, не знали, что здесь такого, что дети могут этим заниматься. Нам здесь спасибо большое. Мы хотя бы обратимся на это внимание и будем идти туда. Но вот и люди, горожане предлагают свои какие-то предложения, чтобы они добавили в этот список. Поэтому мы в ближайшее время подведем итог и будем формировать поправленный законопроект. Павел, у Владимира Шабурдина вопрос или реплика? Нет, не вопрос. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что в Павел Дорофеев входит у нас совет отцов приуполновочных по праву ребенка. Павел сам отец и очень активный. Поэтому, собственно говоря, почему вопрос был инициирован? Первое. Второе. В законодательном собрании создана рабочая группа на данный момент. Меня пригласили туда войти. Поэтому сейчас вопрос не закрыт. То есть вот законопроект не... То есть он отклонен, но не окончательно. Не окончательно. То есть было предложение создать рабочую группу и отправить на доработку. То есть вот я думаю, что в итоге мы все равно результат получим. У меня есть большая доля уверенности в этом. Вот. Там вопрос связан технически. То есть параллельно сразу предусмотреть административную ответственность, взять мнение Министерства здравоохранения, наших коллег. Поэтому я думаю, что это вопрос времени принятия этого законопроекта. Да, скажите, пожалуйста, еще у меня вопрос. Я не знаю, вот должно это содержаться в законопроекте или нет. А меры контрольные, каким образом это все будет выявляться и как бы назираться за исполнением этого закона, да, уже если будет закон. Они там прописываются или нет? На ком ответственность это будет лежать? Функции, возможно, кто-то, да, какие-то дополнительные появятся у каких-то ведомств или отдельных... Просто вы с полицией, когда разрабатывали вот этот законопроект, вы как-то с ними координировались? Есть у них ресурсы-то такие контролировать? Ну, смотрите, сегодня продажу алкоголя детям, например, контролируется в полиции в рамках административного кодекса, поэтому здесь то же самое. Да, но мы понимаем, что алкоголем торгуют в одних магазинах, извините, там, да, а зажигалками, там, красками и еще чем-то торгуют в других совсем. То есть расширяется список вот этих мест, которые надо контролировать. Ну, я думаю, что данный вопрос мы будем еще обсуждать и разрабатывать, но в любом случае, в какой-то степени есть надежда и на бдительность продавцов. Я вот уже на эту тему высказывал, что у нас вне, кажется, 90% продавцов в розничной торговле это те же самые родители, у которых также есть дети. Поэтому я думаю, что они все равно как-то будут солидарны с данным запретом и будут к нему относиться с пониманием данного запрета. А у нас люди вообще, там, родители, допустим, детей подростков или детей, которые близко к подростковому возрасту, они догадываются, что их ждет вот в массе своей или нет? Что такая опасность существует? Вот я вам и говорю, что 20 тысяч было просмотров там, моего поста в социальных сетях о данной проблеме, и 90% родителей именно посты были вот на различных пабликах, там, мамочек города Кирова. Они как раз и не знали, что вообще такое существует. И говорят, спасибо, что мы донесли, подняли этот вопрос, что теперь они будут, знаете, будут убедительные. Ну и, говорю, больше 90% за то, чтобы данный запрет внести. Я еще вот люблю на себе примерять. Вот я как отец, например, был бы за то, чтобы у меня моей дочери, например, не было возможности что-то приобрести, чтобы был запрет, хотя я в ней абсолютно уверен, что она никогда с такими вещами не будет баловаться и покупать их. Но все же в жизни всякого, могут и кто-то в школе попросить, и старшеклассники могут попросить купить. Поэтому лучше, я считаю, запретить. А вообще, конечно, я за то, чтобы на каждом углу были спортивные объекты, там, кружки бесплатные, чтобы видимо, просто не надо было этим заниматься. Но, к сожалению, мы живем в реалиях, и пока вот мы можем только такие запреты на сегодняшний день предлагать. Спасибо большое, Павел Дорофеев, депутат ЗАГС Собрания Кировской области. Отец был в нашем эфире. Да, мы сейчас на перерыв уходим на рекламную, полторы минуты вернемся. Программа «Дневной разворот» продолжается. Владимир Шабардин, Наталья Царегородцева в нашей студии. Говорим о проблеме детской токсикомании, детской подростковой токсикомании. У меня вот вопрос, который я Павлу задавала, мне он кажется очень важным. Это вопрос контроля как раз, да, соблюдения. Понятно, что есть сознательность. Понятно, что если каждый продавец в каждом магазине лакокрасочных изделий будет знать о том, что ребенок, подросток может его покупать там, да, с какими-то иными целями, кроме как там маме принести, которая в этот момент батареи красит, да, или забора в саду. Понятно, что это все тоже есть и это работает. Но, тем не менее, вот пока нет контроля, пока нет того, что там тебя увидят, поймают за руку в момент продажи, мне кажется, далеко не везде это будет, ну, вот на сознательности работать. Ну, я бы хотел, на самом деле, Анна, вот от последних... Нет, ну, не поспорить, а вот оттолкнуться от последних слов, которые Павел сказал перед уходом на рекламу, о том, что нужна альтернатива, чтобы нужно детей занимать. То есть вот то, о чем мы говорим, это никоим образом не является исключительной, единственной мерой противодействия вот этому злу. И не может являться. То есть если мы не можем поставить по полицейскому или представителю администрации, не всегда полиция обязана контролировать это, там есть определенные вещи, которые не контролируются полицией, контролируются другими органами соответствующими. То есть говорить о том, что у нас вот это все прекратится, как только мы убедимся, что там не продается, и каждому магазину поставим по полицейскому, нет. Пока, во-первых, эта проблема не станет известной всем, вот о чем, опять же, Павел говорил, широкой родительской общественности. И мы очень часто бываем, ну, до карантинного режима, до этого режима, да, на родительских собраниях. Для многих родителей является откровением, вот когда мы говорили о том, что... Я помню, про Снюсу была история, да? Та же самая была ведь история. Та же самая. До этого были точно так же, когда мы показывали родителям приспособления для употребления различных там веществ, да, о том, что там, не знаю, банка с дыркой, которая валяется, либо там ручка, там, жженая, там, или что-то... Это не просто так валяется. Да. И для многих это откровение. Либо ролики, которые появляются достаточно свежие, ведь вот где с балконов люди снимают о том, что вот из соседней школы тут дети и газ, и лак, и все, что угодно. И вот в этой-то ситуации пока эта информация остается вот только доступная. Там вот ты смотришь с балкона, что у тебя каждый день дети из соседней школы, одни и те же, там, шестой, седьмой, восьмой класс. Они приходят вот на это место там ежедневно, либо на перемене, либо там до уроков, либо после уроков что-то употребляют. Этой ситуацией не закончится. То есть, ну, хорошо, купит кто-то другой, вот как по употреблению алкоголя. У нас ведь запрещена продажа, запрещена. В наркологии дети состоят? Состоят. Состоят. Значит, где-то достают. Значит, где-то достают, да. То есть, пока мы не договоримся с родительским сообществом о том, что это наша с вами общая беда и общая проблема, у нас одними запретительными мерами, конечно, ничего не сделают. Но при этом, когда говорят, нам не нужно принимать никакие законопроекты, потому что, ну, это там не работает, но это не так. Вот я был свидетелем обсуждения предыдущего, не буду называть депутата законодательного собрания, но у нас было на комитете такое обсуждение, когда было высказано, вот вы там напринимали, как бы, вот в этих предыдущих там законах, да, сколько административных производств было возбуждено? Сказали, там, ни одного. Все, закон не работает. Но при этом, вот мы совместно с Министерством здравоохранения, как бы, у нас были представители ОМВД, собственно говоря, в один голос сказали, что это не должно так работать. И по нашим данным, по всем, то есть употребление вот этого значительно снизилось. И показатель административных штрафов или сколько, для нас не это главное, скольких продавцов накажут, но нас главное сделать так, чтобы ни один из них не продавал, чтобы ни на кого не наказали. Это значит, ну, и в идеале это бы означало, что никто ничего и не продает. Вот. И, ну, после этих аргументов, собственно говоря, там, позиция у нас этого депутата поменялась. Убедили. Убедили, да. Ну, правда, он сказал спасибо, мы поняли, убедили. А так вот, опять же, мотив, кто должен, или аргумент, кто должен за этим следить и сколько у нас будет административок на кого, или там штрафы выписаны. Нет, я понимаю прекрасно, что вопрос, кто должен за этим следить и разработан, или кто должен за этим следить, он не исключает, как бы, вот, самого принятия. То есть, это не значит, что законопроект не должен быть принят. Да, но и сейчас, опять же, это вот в помощь все-таки продавцам. У нас действительно хорошие есть, значит, мамочки, которые мы разговаривали, они с самым мам-продавецом, я бы не продавала, но вот они приходят каждый день, я вижу, для чего они берут, но я не могу им не продавать. Понимаете, вот, ну, по законам это в настоящий момент не запрещено. Поэтому они взяли опять блок, пошли, ну, меры увещевания действуют какие-то, нет, она говорит, я не продаю я их там, ну, такая боевая мама есть. Купи шоколадку. Да, там, нет, я их отправляю, все, я тебе сегодня не продам. Вот, но вот другая, как бы, вот этого аргумента там более сильно волевого она не найдет. Андрей Богданов с нами на связи, управляющий партнер коллеги адвокатов Дзукаев Готов и партнеры. Адвокат Андрей, да, добрый день. Добрый день. Да, Андрей, скажите, пожалуйста, вы же занимаетесь, я так понимаю, там, да, в своей практике, в том числе, вот, делами, связанными с наркотиками и в которых задействованы несовершеннолетние? Ну, конечно, в том числе и такие дела у нас бывают. Да. Не редко. Насколько серьезные там меры ответственности может быть в отношении детей, если это несовершеннолетний? Ну, если сейчас все-таки говорим непосредственно о предмете, так скажем, токсикомании, да? Да. Употребление, так скажем, газов определенных для получения какого-то психического эффекта, то на данный момент уголовная ответственность вот в этой части за употребление, так скажем, бытовых газов, как сейчас у нас, собственно говоря, речь идет не установлена. Те меры, которые сейчас предлагаются в виде, скажем так, административного запрета на продажу несовершеннолетних определенных видов данных изделий, я думаю, что определенный результат могут, конечно, дать, но единственное, что из своей практики, вот, за последние 10 лет у нас последовательно государством уже встречается законодательство за незаконный оборот наркотиков. В том числе это делается путем увеличения сроков ответственности. И, насколько вот мы видим, просто это не приводит ни к какому результату в плане уменьшения количества вовлекаемых в этот процесс несовершеннолетних. То есть он не снижается, но при этом у нас, соответственно, идет перекос в сторону того, что у нас получают достаточно серьезные сроки люди, и, ну, это очень сильно влияет на из дальнейшего жизни, на социализацию. То есть вот эти меры, так скажем, наказания за какие-то действия, она, к сожалению, показала себя не с очень эффективной стороны. Хотя все-таки я в части согласен необходимости принятия каких-то административных, вытратительных процедур, но вопрос возникает, ну, опять же, в контроле исполнения. То есть вот как это будет реализовано, это уже, я думаю, вопрос другой. Но делать что-то надо. Ну, делать, конечно, надо. В принципе, я вот могу сказать, что проблема эта всплывает регулярно. Скажем так, вот лет, наверное, 15 назад, была 20, наверное, это была проблема, допустим, тактикомании, связанной с клеевыми составами, с бензином. То есть тогда у нас вопрос был, например, частично решен таким образом, что крупные производители перестали в состав вот этих клеев включать токсические вещества, которые вызывают этот эффект. Вот эта мера помогла. Сейчас у нас, соответственно, нашли новый способ получать удовольствие из бытовых, собственно говоря, предметов. Поэтому вот, может быть, есть возможность этот вопрос решить именно, ну, каким-то изменением производства. На уровне производства самого продукта. Да, ну, если это возможно, конечно, физически, я, к сожалению, не специалист, но вот такая мера могла бы посодействовать. Ну, и, конечно, основным вопросом, мне кажется, здесь стоит эта профилактика и пропаганда, не только среди самих несовершеннолетних, но вот и среди родителей, потому что, скажем так, если ребенок попадает в определенную среду, в определенную компанию, он очень сильно становится связан именно с действиями этой группы. То есть он пытается соответствовать ей, повторяя какие-то действия и, соответственно, здесь вот с наказанием очень трудно его отвернуть от этой группы людей, от группы, так скажем, ну, его, там, школьных друзей, там, или дворовых друзей. И здесь, я думаю, все-таки вопрос именно уже психологии, педагогики. И вот если возможно организовать какие-то курсы, может быть, какие-то постоянные встречи, может быть, центры, опять же, помощи непосредственно родителям, которые в такую ситуацию попадают, я думаю, что это будет мера, ну, не менее эффективная, чем административный запрет на продаж. Понятно. Спасибо большое. Андрей Богданов был с нами на связи, управляющий партнер коллегии адвокатов Идзукаев Глотов и партнеры адвокат. Да, у нас остается две минуты до конца эфира. Тут, я думаю, тоже нужно, наверное, немного разводить, да, то есть там 228 статью. Да, мы понимаем, конечно, да, что вот те вещества, о которых мы говорим, да, это не те вещества, за продажу которых там, да, есть уголовная ответственность. Ну вот по поводу еще информационной работы, мне кажется, я уже как-то однажды в эфире рассказывала эту историю. У нас в университете, на Валиологии однажды была лекция психотропные, психоактивные вещества, и там был полный аншлаг. Даже на партах, которые вот задние покрыты там толстым слоем пыли, сидели люди. В педагогическом университете. У нас преподавательница спросила вроде, что, почему такой ажиотаж? Все-таки, ну вот, хотелось бы знать, да. И то есть по пунктам очень четко все вещества, длительность их воздействия на организм, признаки воздействия на организм, то есть как понять, что именно употребил ребенок, стоящий перед тобой. То есть, с одной стороны, это звучало дико, потому что я когда об этом рассказывала маме, она говорит, господи, что это, зачем вам это рассказывают? Но на самом деле это очень и очень полезно. Конечно, хорошо и прекрасно быть уверенным в своем ребенке. Рассказывали, да, потому что вот у нас, например, такого не было. Я тоже педагогический вуз оканчивала. Ну вот очень подробно прям, очень. И потом мы общались с однокурсниками уже спустя годы, кто пошел работать в школе, мы вспоминали эту историю, и я спрашивала, говорю, пригодилось ли? Пригодилось ли? Он говорит, знаешь, да. Ну то есть вот элементарно, когда они приходят, там все хихикают и ведут себя не очень адекватно, ты хотя бы понимаешь, в чем может быть дело, и ты можешь аргументированно объяснить родителям, что их прекрасное, чудесное, гениальное и самое умное на земле чадо что-то принимает. Как бы печально это не было. Вот. Поэтому я думаю, что на родительских собраниях, возможно, стоит преподавателям больше внимания уделять. Также как-то информационной, разъяснительной работе, да. Да, и также совершенно верно заметили, что и учителям нужно объяснять, ведь с педагогическим составом очень много тоже работаем, и они сами говорят о том, что мы понимаем, вот кто с перемены прибегает, от них пахнет там табаком, это вот мы понимаем, что с этим делать, а если он прибегает неадекватно, но от него ничем не пахнет, то там вызов родителей, родители приедут часа через два, он в порядке, как бы, чего вызывали. Поэтому вот здесь очень важно все-таки и проводить работу по разделению этих групп, о чем вы сказали. Вот я был свидетелем такой группы, в которой там старшим уже плохо совсем, бегали совсем маленькие, там, 7-8-9 лет, и они-то, глядя на старших товарищей, пока не рискнули, там попробуют, но я уверен, там, через какое-то время они обязательно это попробуют, если эту группу не разделять, а старшие товарищи уже состоят вот на учете у наших коллег. На учете в диспансерии. Заканчивается, к сожалению, уже время эфира. Спасибо большое Владимиру Шабардину, Наталье Царегородцевой. Будем следить за этой темой, я думаю, что по итогам, наверное, вот законопроекта разработки в октябре можем даже встретиться. Спасибо. Спасибо. Первый час разворота завершается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова